Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 1 сентября, а рассматриваем сегодня пару с канадским долларом и нефть марки Brent. При этом канадский доллар активно укрепляется, по паре отмечается довольно сильный нисходящий тренд, который может еще продолжиться. В то же время нефть все топчется на месте без роста, но и без падения. Не совсем понятно, когда это все закончится, но похоже есть определенные признаки, что в скором времени эта ситуация разрешится. Итак, канадский доллар продолжил укрепление, как и ожидалось в прошлом обзоре, предполагаемо начав снижение после некоторой консолидации. Пара достигла целевых уровней на 1.3075 и 1.3053, несмотря на то, что коррекции и ретеста уровня сопротивления на 1.3214 не случилось. Сопротивление цена встретила немного ниже, примерно на уровне 1.3191, отбившись от которого и продолжила свое движение. Тем не менее, с достижением целей котировки свое снижение не остановили, уйдя ниже и торгуясь на данный момент в районе 1.3014. В целом, можно предположить, что канадский доллар подходит к своим рубежам, где его может ожидать начало коррекции. Пока твердых оснований для этого нет, пара может еще продолжить свое снижение после попытки локальной коррекции. Пока же сценарий с нисходящим движением все еще остается актуальным. На актуальном графике на данный момент цена пытается несколько восстановиться. Пока это восстановление может иметь коррекционный характер, по окончании которого снижение может возобновиться к новым локальным минимумам. Предел коррекции ожидается на уровне 1.3053, где может располагаться довольно серьезное сопротивление. Отбой от этого уровня нацелит пару к новым целям в районе 1.2926 с потенциальным проходом до 1.2883. Старт началу восходящей коррекции будет дан по достижению и закреплению цены выше разворотного уровня на 1.3114. Ну и вот никаких существенных изменений по нефти Brent по-прежнему нет. С момента прошлого обзора цена попыталась развить восходящее движение, выйдя за пределы ранее образованного боковика и почти достигнув отметки в 46 долларов. Однако на этом уровне было встречено сопротивление, которое препятствовало дальнейшему росту. В результате котировки снова снизились ниже уровня 1.4509. Повторная попытка роста также ничего не дала и цена сейчас торгуется немного ниже прежнего диапазона. Само по себе это может послужить достаточно хорошим сигналом к тому, что покупатели пытаются закрепиться выше флета. Это может стать свидетельством к подготовке нового импульса в роста в случае удачи. Поэтому с учетом всех обстоятельств сценарий с ростом пока остается в силе. Ну и вот на актуальном графике это дает основание оставить прежние ключевые и целевые уровни на прежних значениях до исполнения или до их отмены. В данный момент возможен ретест уровня поддержки на 44.29, отбой от которого даст силы покупателям выбраться из текущего затяжного боковика и нацелиться к новым локальным максимумам с первой целью в районе 46.43 и потенциальным проходом до отметки 47.31. В свою очередь в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 43.70 будет получен сигнал на начало коррекционного снижения. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски. Всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.